А наш эфир продолжается и в гостях в нашей студии главный внешнестатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Республики Крым Марина Филипповна Шаренко. Мария Филипповна, доброе утро. Не зря мы с Алексеем надели маски. У нас сегодня гость прямо у нас в студии. Это на самом деле большой праздник, потому что обычно связываемся по скайпу, да, онлайн. У нас социальная дистанция, маски. Марина Филипповна, расскажите, пожалуйста, мы знаем, что совсем скоро начнет свою работу месячник по антинаркотической работе. Хотелось бы задать, что это за месячник, как он правильно называется, сколько он будет длиться. Что предусмотрено, да? Обо всем по порядку. На самом деле это уже не первый год проводятся подобные мероприятия. И дата, к которой все это приурочено, это 26 июня. Это Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Почему в этом году начали немножко раньше, начали немножко по-другому? Потому что режим самоизоляции накладывает определенные ограничения на мероприятия, которые ранее проводились. То есть ранее в рамках месячника проводились флешмобы, спортивные соревнования и так далее. То есть это как бы перечень мероприятий, которые показывают, что вот как хорошо быть успешным, здоровым, красивым и так далее. То есть учитывая режим самоизоляции, немножко растянулось по времени и несколько изменился перечень. То есть вот, например, сейчас речь идет о том, что онлайн-анкетирование. То есть если раньше это было на улицах города, то сейчас только онлайн. Через различные платформы, через различных, будем так говорить, мобильных операторов, включений и так далее. Но почему мы пришли как бы и на средства массовой информации? Да, режим самоизоляции потихоньку снимается. И как бы есть возможность более свободно передвигаться по улице и так далее. И в связи с этим мы как бы ждем определенной активации и употребления этих вот самых веществ. Поэтому хотелось бы предупредить родителей о том, что будьте внимательны к детям. Пока вы сидели дома, вы детей своих чаще всего видели. Поэтому меньше у нас было всех инцидентов, связанных с наркотиками, алкоголем, особенно среди несовершеннолетних. То есть они были, но очень-очень-очень-очень-очень ограничены. И сейчас вот, когда будет более свободно... Мария Филипповна, скажите, пожалуйста, вот вы говорите про флешмобы, разные акции, которые проходили раньше, да? А сейчас в режиме онлайн как это будет происходить? Ну, я понимаю так, что онлайн или не будет вообще? Онлайн, онлайн. Только онлайн. Еще раз говорю, что это... Ведь в этом как бы... Я это озвучиваю, но работаем-то не только мы. То есть работать будут очень много как бы структур, ведомств и так далее. То есть и не только медики, и не только, скажем так, вот как вы представители средств массовой информации, но и как бы много достаточно других людей. Что подразумевает? Вот что именно будут делать? Какие акции именно? Что именно? Ну, как бы перечень мероприятий он уже есть, но пока он только на бумаге. И сейчас речь идет об определенных, ну, так говорить, финансовых включениях в это все дело, потому что они тоже нужны, как это не парадоксально. Вот, поэтому, ну, как сказать, еще раз говорю, вот первое, что онлайн-анкетирование. Затем, ну, определенное может быть выражение своего мнения и учет этого мнения через соцсети с самой различным. Может быть, какие-то конкурсы, которые точно так же будут проходить через онлайн. То есть все это как бы в плане. Вот-вот-вот сейчас, вот, со следующей недели фактически уже будет, ну, начинаться это все. Подробную информацию об этом где можно посмотреть? Подробную информацию об этом можно будет найти на, как бы, на нескольких, я так понимаю, ресурсах. Это в первую очередь антинаркотическая комиссия в Республике Крым, которая у нас продолжает работать. И вот последнее заседание, которое было, оно было тоже в онлайн-режиме. То есть мы не видели, да, 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 с предусмотрением всех-всех-всех, как бы, моментов. И я думаю, что в обязательном порядке это будет на сайте Министерства здравоохранения, ну, естественно, на сайте нашего Крымского научно-практического центра. Может быть, не полный перечень мероприятий, но каждый в своей части, как бы, разместит, и анонсы, естественно, будут. В общем, информация будет на многих ресурсах. Да, на многих ресурсах, поэтому будьте внимательны, пожалуйста. Огромная просьба выразить свое мнение, поучаствовать, может быть, даже иногда рассказать о том, какой я сейчас успешный, несмотря на весь этот ограничительный режим. А есть ли какая-то статистика у вас, допустим, за последние годы? По поводу наркозависимых в Крыму. Ну, статистика, весь вопрос в том, что статистика есть всегда, и она подводится, ну, скажем так, достаточно регулярно, как минимум ежеквартально. Но могу сказать, что количество людей, которые употребляют наркотики, являются наркозависимыми, у нас в Крыму, в общем-то, в течение последних двух лет остается более-менее цифра стабильная. Но это не значит, что у нас все хорошо и замечательно. То есть внутри любой стабильной цифры есть определенная динамика, то есть те, которые пришли, те, которые ушли. Так вот, вот это иногда бывает, что данная динамика настораживает. Что вот если цифра остается стабильной, то приблизительно столько, сколько ушло, столько же пришло. Но можно сказать, что период самоизоляции как-то снизил, этот процент немножечко понизил. Снизил, действительно снизил, да. Потому что, как это ни парадоксально, наркотик нужно найти. И ограничения как бы убирают часть криминала. Мария Филипповна, спасибо, что вы пришли к нам. Об этом нужно говорить? Об этом стоит говорить? Это надо знать? Обязательно напомним, что сегодня в гостях у нас в студии был главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Республики Крым Марина Филипповна Шаренко. Спасибо большое, что пришли, посидели в нашу студию. Ну а мы дальше посмотрим сюжет нашей коллеги, корреспондента Татьяны Балыкиной. Продолжение следует...